Дай почитать. Дай почитать. Книга «Урок смеха» понравится и детям, и их родителям. А назначение ее «Смех как лекарство от глупости, от скуки и от уныния». Итак, начнем с первого «Э», значит, с экспериментального класса, в котором все смешные истории связаны с Мишей Макиенко, обожающим раскачиваться на стуле. Другой герой книги Петя много и радостно общается с папой, играет в слова, сочиняет сказку. Пытается обмануть папу, но не обманывает. А еще любит слушать про дядю Васю Денисюка. Дядя Вася Денисюк позабыл про свой утюг. Просто он решил погладить своего котенка вдруг. А как забавен художник дядя Гога, все перепутавший. И теперь тетя Маша гол забила, Васька Кот читал газету, старичок стащил котлету, врач варил с лапшою суп, игроки лечили зуб. Все придется дяде Гоге переделывать в итоге. Во второй тетради забавные истории, произошедшие с Сережкиным, Юрой, Витей, Брюквиным, Петей, Толей и другими. Ну и, конечно, здесь есть и смешные ошибки. Наша семья большая, многодедная. К перрону подошел пассажирный поезд. Над морем носились белые чайники. Третья тетрадь, самая необъемная, голым мчались и с перечислением однородных членов предложений. Когда вызвали Олега, он встал и прочел. По коридору мчались в припрыжку ученик, директор и завуч. Книга Леонида Каминского смешная, веселая и поучительная. Он ушел из жизни в 2005 году. А его творения все так же молодо, задорно и вдохновляющее. 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!